Андрей Жуков и огромная куча микрофонов, которые подходят практически для любых устройств, которые умеют записывать звук. И все это микрофоны-петлички. Я решил просто собрать их все и протестировать самыми разными устройствами, чтобы наконец уже определиться и выбрать, какой бюджетный микрофон подойдет вам, если вы снимаете на смартфон, будь то Android или iPhone, если вы снимаете или стримите в ноутбук, например, или в компьютер, или если вы используете какие-то другие устройства, например, пишите сразу в камеру. В общем, протестировал их всех и сейчас расскажу вам про петлички. Прям вообще, наверное, буквально все. Сразу же на берегу хочу сказать огромное спасибо компании Saramonic за то, что они без каких-либо коммерческих вопросов, побуждений предоставили мне на тест все свои петлички, а у них их, как видите, много. У меня будет 10 петличек сегодня на тесте, и все эти микрофоны, они абсолютно разные. Какие-то включаются только в iPhone, какие-то только в Android, какие-то подключаются к смартфонам, но через переходники только подключаются к рекордерам какие-то или к вашей камере. Какие-то работают и там, и там. В общем, короче говоря, они все прям вот супер миксанутые. Здесь есть даже двойные петлички и петлички с длиной провода 6 метров. То есть, чтобы вот прям вообще не заморачиваться. Разного поколения микрофоны, разного ценового диапазона, в принципе. Ну, на самом деле, все они достаточно недорогие. Мне не стоит каких-то задач сейчас там вам рассказать про модельный ряд, мне не стоит никаких задач рассказать про конкретные микрофоны что-либо. Просто буду сегодня выбирать то, что мне нравится. На самом деле, такой лайфхак. Я уже много месяцев как выбрал себе микрофон, и почему я обратился к компании Saramonic, потому что мы с ней дружим. И дружим мы в плане того, что я просто полюбил Saramonic Blink 500. И вот прям до начала пандемии у меня как раз появился еще где-то зимой 2020 года, даже 2019-го Blink 500. И с тех пор практически все ролики, да, наверное, все, почти все, у меня на канале записаны с помощью вот этой вот петлички, которую вы видите на мне. И подключена она, чтобы не было никаких недоразумений, к Blink 500. Сейчас, например, дубль звука пишет микрофон Пушка. Конечно же, есть рекордеры, которые пишут отдельно звук. Это все правильно. Но есть огромное количество начинающих ютуберов и стримеров, которые хотят сэкономить и хотят себе бюджетное, но достаточно качественное решение. У них не так много вариантов. Первый вариант это купить какой-то настольный микрофон. Но хороший настольный микрофон стоит достаточно дорого, требует того, чтобы вы использовали дорогой аудиоинтерфейс или микшерный пульт, в общем, что-то, что подает фантомное питание и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, уже как минимум сложно. Есть микрофоны Пушки самые интересные, да, прикольные, которые вот установлены на камерах и так далее. Но, опять же, они стоят достаточно больших денег и их неудобно перемещать. Смотрите, петличка, она всегда на мне. Я могу с ней на улицу выйти, могу в студии на ней снимать, могу дома на ней снимать, как угодно. То есть, просто взял, смотал в маленький кулечек, в мешочек положил и пошел. Это самое компактное решение. Более того, вот Blink 500, это еще и радиосистема, да, то есть, ну, причем я могу петличку вынуть из радиосистемы, подключить, не знаю, например, к ATEM Mini для того, чтобы стримить, да. Сейчас китайские платы видеозахвата, у них тоже есть джек-вход для микрофона. Поэтому петлички это удобно. Чем еще хороша петличка? Ну, вот смотрите, у меня висит здесь петличка сейчас, я немножко так вот головой верчу, поворачиваю, она у меня не стерео. Ну, смотрите, да, не стереозвук, это, конечно же, не так, может быть, круто, как могло бы быть, но нормально. Мало кто из вас еще и стереозвук бы от YouTube хотел. Куда бы я ни повернулся, наклонился, что-то вам показываю, да, что-то делаю руками, перекрыть звук практически невозможно. И это бы огромный плюс петлички. И еще один плюс петлички в том, что вот она маленькая такая, она мне сейчас висит, я ее не ощущаю. Но самое-то главное, что у нее достаточно маленькое поле, у нее не очень высокая чувствительность. То есть она ловит только вот мой голос вот здесь из речевого аппарата. Что это мне дает? А это дает мне отсутствие необходимости в подготовке специальной моей комнаты. Мне не нужно вешать специальный поролон, звукопоглощающие панели и так далее и тому подобное. Мне не надо готовить комнату никак. Я просто сел и я говорю, я знаю, что не будет эха, ревера и так далее. Почему? Потому что, ну, маленькая она. И вот эти все переотражения от стен, они не успевают до нее долететь. На серьезном каком-то микрофоне это все бы очень хорошо ловилось. И мне пришлось бы вешать ковер на стену, ковер на пол, мягких игрушек побольше и так далее, так далее и тому подобное. То есть всевозможными гемитоспособами, не всегда профессиональными, мне бы пришлось улучшать качество звучания моей комнаты. А с петличкой я что, одел ее, ну, единственное, что именно имеет смысл от ветра отворачиваться с ней, прикрывать себя или такой дедкэт сюда такой вешать на нее, который не сильно помогает, но в принципе полезен. В общем и целом, петличка это универсальное решение. Более того, как я уже говорил, подключить ее можно куда угодно. Хочу подключаю к ноутбуку, хочу подключаю к смартфону, хочу подключаю к камере напрямую, как угодно. То есть вы можете с петличкой быть абсолютно уверенными в том, что практически везде она подключится. Конечно же, есть нюансы. Есть петлички, которые приспособлены для смартфонов, у них 4 пина, есть 3-пиновые, нужны специальные переходники, с этим много проблем. И это просто тема для отдельного видео. Если вам интересно, пишите комментарий. На эту тему я вам запишу ролик обязательно, ваш комментарий, мой ролик, все просто. Если у вас есть петличка, например, с Lightning разъема, то она только к iPhone подходит. Есть петлички с Type-C разъемом, они подходят и к Android смартфонам, и, например, к MacBook. Ну, не во всех компьютерах есть, да, соответственно, Type-C разъемы. В общем, нужно подумать хорошенько, нужно все их протестировать. В общем, что мы с вами из моего введения понимаем на данный момент? То, что петлички стоят не так дорого. Петлички выбираются по разъему подключения. Они бывают самые разные. Вот смотрите, просто чтобы вы понимали. Вот, например, у меня здесь комплект из двух петличек. То есть, братья интервью, длина кабеля каждой петлички по 6 метров. То есть, 12 метров между собеседниками может быть. И все это приходит в один такой микшер, да, такой маленький автоматический. Ну, у него есть переключатель. Кстати, смартфон или камера, куда вы подключаете, да. Соответственно, очень-очень удобно это. И один штекер для двух микрофонов. То есть, есть даже такие. Есть микрофоны, например, вот тоже очень интересные. Я просто буквально в двух словах. Я даже модель не называю сейчас. Потом в описании ссылку дам. Вы сами покопайтесь в каталоге компании, если вам это интересно. Моя задача, еще раз повторюсь, не прорекламировать Saramonic как-либо, а показать, что петлички бывают разные. И выбрать ту, которая действительно хорошо звучит. Здесь есть микшерный пульт. То есть, сюда можно подключить второй микрофон, если вам понадобится. Более того, можно сделать стерео или моносигнал с одной петлички. Да, бывают стерео и моно петлички. У меня такие есть. Некоторые петлички, соответственно, были у меня на тесте стерео. Что тоже, возможно, будет вам слышно. Поэтому во время тестирования имеет смысл одевать наушники. Кстати, у разных микрофонов есть, например, свой шум, собственно. Некоторые будут шупеть. Некоторые будут искажать голос. Например, они будут слишком громкими. Некоторые будут достаточно тихими. В общем, вы сейчас все сами услышите. Давайте я сейчас включу тест, а потом выводы. Тест микрофона Saramonic Love Micro DI 24 бита, 48. 48 килогерц. ВАВ записываю на iPhone 11. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Love Micro DI. Запись в стандартном приложении Диктофон в iOS в максимальном качестве. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Micro Plus DC в стандартном диктофоне iOS. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Micro Plus DC в максимальном качестве на iPhone 96 килогерц 24 бит. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Micro Plus DC на MacBook в стандартном приложении Диктофон. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Micro U3A на MacBook в стандартном диктофоне максимальное качество. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Micro UC на MacBook. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Blink 500 на Sony ZV-1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Love Mic с аудиомикшером на Sony Zivivan. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic SR XLM1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic SR XMS2 на Sony Zivivan. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Blink 500 на Android. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Love Mic 2M на Android. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Love Mic с аудиомикшером на Android. Существенно пониженный уровень мощности. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic Love Mic на Android. ВАВ 48 кг, 16 бит. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест Saramonic SR-XMS2 на Android смартфоне. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Mic на Android. 48 кг, 16 бит. ВАВ. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Mic на Android. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тест микрофона Saramonic Love Mic plus DC. Запись на Android. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Друзья, выводы. Наверное, вы уже выписали себе на бумажку тот микрофон, который вам больше всего понравился. Лично от себя скажу следующее. Мой Blink 500 на большинстве систем звучит очень хорошо. И меня он полностью устраивает. Мне возникло желание поменять его на какой-то другой микрофон. Однако на Android особенно выделился микрофон U3A. Это самый приятный звук и наименьший, как мне показалось, уровень собственного шума. Поэтому на Android смартфоне я использовал Xperia X1 Mark II для тестов. Обзор на этот смартфон тоже есть у меня на канале. Так вот, друзья, мне все очень понравилось. И это очень хороший звук, но именно на Android. Если говорить про iPhone и если говорить про MacBook. Тут примерно одинаковая ситуация. Livemic plus DC. Очень понравился. Лучше всего звучит. Очень по-разному по уровням звучали микрофоны. Я как ни пытался их выровнять, на самом деле сильно, прям вот идеально подогнать не получалось. Какие-то звучат сразу с перегрузом. Какие-то звучат просто громко, какие-то звучат тихо. Победили в основном микрофоны, которые вот такие вот универсальные. Которые подключаются с помощью вот такой вот маленькой собственной встроенной аудиокарты. Которая берет на себя обработку сигнала. И вот то, что они здесь пишут, что 24 бит, 96 килогерц, плюс DC как раз очень хороший микрофон оказался. И универсальный, как вы видите, у него есть разъемы буквально любые. Хотите USB, хотите Type-C, хотите Lightning. И вот своя маленькая встроенная звуковая карта. Вот этот микрофон отлично отработал. Как отлично отработал и U3A. Да, вот он U3A. Но, как я понимаю, у него есть варианты B и C. Это разные, опять же, разъемы. Соответственно, вот тоже микрофон, который напрямую подключается к вашему устройству. Напрямую без именно звукового тракта. И вот тут последняя вещь, которую я должен вам рассказать. Если вы выбираете себе микрофон, который вы собираетесь подключать к аудиоразъему, то есть максимально универсальный, то, скорее всего, ну вот вы слышали, особенно на ZV-1, на камере, как звучит звуковой тракт, не очень чисто, есть действительно шум. Вы должны быть к этому готовы. У вас микрофон должен вставляться в что-то действительно хорошо звучащее, с хорошим качественным звуковым трактом. Хороший качественный звуковой тракт и смартфон, это практически несовместимо. Компактный рекордер почти что всегда совместимо. И, например, вот компьютеры, особенно недорогие, тоже несовместимо. То есть, если вы не собираетесь брать себе внешнюю звуковую карту или аудиоинтерфейс, качественный, профессиональный, то на самом деле вам, наверное, стоит рассмотреть как раз микрофоны, у которых есть собственный разъем, который напрямую вставляется в ваш компьютер. Как вот U3A или DC+, плюс DC, вернее, микрофоны. Вот эти вот, у которых на конце именно разъем Type-C, например, или там Lightning, или еще какой-то. Эти микрофоны позволят вам получить при минимальных затратах, ничего не делая, на нормальном уровне, достаточно качественный звук. Но вот эти вот все остальные петлички, они, в принципе, зазвучат лучше, если их подключить к профессиональному рекордеру. Но, опять же, нужно тогда подбирать совместимость, и самое простое, это взять рекордер того же производителя, что и петличка, и тогда вот они вместе будут звучать очень хорошо. В камеру вставлять, еще раз повторюсь, будет собственный шум камеры, там огромное количество, там матрица, процессор, Wi-Fi, там, допустим, еще стабилизатор, еще какие-то модули, которые постоянно на высоких частотах работают, эти микросхемы друг с другом общаются, и, в общем, все это очень сильно шумит по звуковому тракту. И, соответственно, из-за этого возникает вот этот шум, который вы слышали, фоновый, который может отвлекать. Конечно, его несложно подавить на постпродакшене, и многие из вас смогут это сделать, поэтому, если вы будете обрабатывать звук, опять же, даже если вы не берете себе профессиональный звуковой интерфейс, то вот этот вот шум, он не должен вас так сильно пугать. И вот такое качество, как вы сейчас слышите, у меня, конечно же, это обработанный звук. И вот Blink 500, он был у вас и без обработки, вы можете как раз сравнить, как звучу сейчас я, обработав себе звук, и как я звучу без обработки на том же Blink. Тут тоже важная штука, что точно стоит учитывать. Друзья, когда речь заходит про обработку звука, не бойтесь, это 20 минут, чтобы разобраться, 20 минут, чтобы один раз настроить себе звук в том редакторе, в котором вы обрабатываете. Ну, я, например, использую DaVinci Resolve и Final Cut. И там, и там это очень просто и легко делается, со звуком шикарные инструменты, работая по умолчанию, без всяких плагинов, есть в обоих этих программных продуктах. Вот я их использую для монтажа, и я абсолютно счастлив. Ну, вы слышите, как звучит мой звук. Так вот, и 20 минут один раз потратил на то, чтобы разобраться, как настроить звук, как его подогнать под свое звучание. И дальше на каждом ролике синхронизация звука с внешнего рекордера, плюс его обработка занимает, ну, в среднем одну минуту. Да, то есть я трачу одну минуту на то, чтобы сделать звук, который радикально отличается от того, что вы слышали на сэмплах. Микрофоны, которые с джеками требуют хорошего предусилителя, хорошую звуковую карту или внешний аудиоинтерфейс, только тогда они нормально зазвучат, но тогда смысл в них теряется. А вот микрофоны именно с цифровым интерфейсом, без каких-либо знаний, просто сразу начинают работать у вас в системе как отдельный хороший качественный микрофон, который выдает, ну, достаточно высокое качество звука, без какого-то ощутимого шума. Вот, по крайней мере, все, что я протестировал, 10 микрофонов петличных. Если еще что-то протестировать где-то как-то, спрашивайте в комментарии. Давайте вместе будем искать самый лучший в мире микрофон. Я готов начать серию таких тестов. Если они вас устраивают, оставайтесь на канале в числе подписчиков, нажав на колокольчик и все такое. До свидания.